здравствуйте мои дорогие сегодня будем делать оформление тортика единорожка декор приготовили вчера он уже стабилизировался и начну я с глазок сначала надо установить глазки устанавливаю первый глазик так примерно он у нас будет на нас смотреть да маленечко пусть отходят реснички ничего страшного а второй глазик будем устанавливать вот так я возьму циркуль чтобы нам более-менее ровненько поставить их измерю расстояние они у них так не очень близко стоят наши мазики вот здесь примерно он у нас будет поставила меточку и также вот здесь примерно и сейчас буду устанавливать второй глаз маленько надо поближе а этот у нас получился не очень круглый мы придавим хорошенечко вот уже тортик у нас с глазами съехать никуда не съедет и так более-менее ровно получилось теперь устанавливаю рук так вот примерненько не очень далеко не в середине тортика поближе краю постараться на поровнее поставить все он у нас уперся в подложку немножко промежуток и остался это ничего страшного и ушки примерно на одинаковом расстоянии ставим два ушка можно вровень на срога так мушка и второе сейчас у нас будет стоять уже очень красиво наш рог и ушки я покрыла золотом вот у меня есть такой кондурин называется кондурин сша это выписывала в магазине светун разводила с растительным маслом накануне взяла развела и окрасила за сутки как бы подсыхает но все равно руки это все пачкает то есть даже если постоит два дни и все равно если взяться пачкает руки сейчас отсажу завитки здесь насадка 621 вот для сравнения взяла 1м насадку вот смотрите насколько это меньше вот этой потому что торт небольшой он всего на 18 сантиметров высотой получился 15 сантиметров там бисквит на семь яиц то есть я отпекала два по три с половиной получилось разделила разрезала каждый на 3 и внутри заварной ягодный крем этот крем я взяла на канале сладкая красота очень вкусно мне тоже нравится и пропитка ванильный сироп сначала здесь попробуем отсадить чтобы посмотреть как уже получаются они или нет такие завиточки сейчас надо постараться сделать центральный завиток с этим конечно сложнее такой завиточек это мы будем изображать гриву грива у нас будет не просто грива очень красивая как бы она у нас будет спускаться это как бы у меня наметки нашей гривы вот здесь у меня для завитков крыда номер 29 фиолетовый здесь насадка 124 я буду делать розочки и ее розовенький здесь у нас номер 164 такой нежный цвет развела еще понадобится зеленый крыда номер 42 это детский тортик чтобы так поярче было не то что ярче больше сияние и желтые электро тоже крыда и сейчас начнем делать наши розочки как обычно делаем основу делаю розочку сначала как обычно накручиваю серединку насадка слишком зажата тоненькие листочки туговато конечно можно даже взять побольше насадочку проверяем как она выглядит такая сейчас нам надо отсадить вот посредине для этого знаете еще как бы подставочку сделаю и буду пытаться нашу розочку установить очень опасное занятие так крупноватую сделала значит завиток делаю побольше еще раз подправляю следующую розочку и пожалуй и и и и и и и и Пожалуй, я эту сниму и поменяю на другую. Мы поставим в другое место. На это место все же надо поменьше розочку. Поменьше здесь все-таки выглядит лучше. Продолжение следует... 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 Это очень оживитый тортик... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... На этот тортик у меня ушло 2 порции крема на пектине, порция 125 грамм, то есть на 250 грамм белка. Продолжение следует... Продолжение следует... В итоге получился вот такой цветущий тортик единорожка. Я думаю, что он универсален, подойдет как на небольшой возраст, так и постарше. А нам, мои дорогие, пришло время прощаться. До свидания, до следующих встреч. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!